Оппонент Да, говоря о Торонто, конечно Но я в данной ситуации с тобой, с болельщиком, не соглашусь Потому что это просто фирменный почерк Торонто Как и игра в атаке, вот такая игра в обороне Нет, даже без кавычки Действительно почерк игры Торонто последние 4-5 лет Фактически это почерк Торонто при Куине Команда, которая не умеет играть в обороне Ну, естественно, не умеет по сравнению, скажем, с грандами Национальной хоккейной лиги И тем не менее, проблемы существуют вне зависимости от количества защитников От качества от их на секунду до конца третьего периода А потом он уже и 5-4 Вот это уже действительно хорошая атака в исполнении Айлендерс Яшин очень здорово сыграл И пауза была прекрасна И Переш добивал здорово Вот так отдает Торонто матч, который он выигрывал 4-2 в середине третьего периода Сейчас проигрывают 4-5 Все веселее и веселее из каждой минуты становится Вот посмотрите, как сыграл Яшин в этом эпизоде В общем, это его третья очка в сегодняшнем матче Кстати говоря, вот оно, наверное, самое ценное по качеству Ну и здесь опять ошибка защитников Тот же Берг там и Каберли Опять прозевали подбор Без комментариев Разводит руками Александр Пкаченко Без комментариев Потому что как можно так играть в обороне Каждый год Слава Богу, что не в плей-офф это называется Хотя еще раз повторюсь, что сильно сомневаюсь Что и Айлендерс, и Торонто так же легко и весело будут Гонять шайбу по всей площадке в открытом хоккее В три периода в плей-офф с любым соперником Да, и комфортный очень отскок был шайба Без шайба не придерешься Так, теперь ты уж точно Теперь, в общем, вся статистика против него Три шайбы в третьем периоде он уже пропустил Но, правда, защитники сделали все, чтобы мыть статистику испортить Началась ситуация, когда втроем остался Торонто Именно он первым удалился Тридцатый